Здравствуйте! Рада видеть вас на своем канале! И, наконец-то, подошло время для отчета по совместному проекту «Вышиваем по журналам и книгам» второй сезон за декабрь 2018 года и 10 дней января 2019 года. Это последний отчет в этом сезоне. Сейчас я расскажу, какие работы вышли девочки, участницы, и впоследствии мы перейдем к розыгрышу призов по итогам нашего ИСП, и в конце видео я расскажу уже о судьбе нашего совместного проекта. Итак, давайте же начнем. У меня вышелось и оформился очередной ангел-берегиня по книге Яны Гаркальцевой. Это ангел солнечного жаркого дня. Оформила этого ангела в игрушку с стежкой, то есть такая объемная довольно игрушка получилась. Все три ангела у меня висели в новогодние праздники на елочке и радовали всех своим видом. Татьяна закончила прекрасный сэмплер «С любовью к детям», который вышивала по схеме из книги Донна Куллер «555 лучших узоров и мотивов для вышивки крестом». Вот что она сама пишет. Как и было запланировано, закончила вышивать проект в 2018 году. Напоминаю, что написано на сэмплере. Давайте вашим детям эти две вещи. Одна – это корни, другая – крылья. И он прекрасен яркими жизнерадостными красками, тем, что вышивался легко, и с этой работой у меня связаны только самые лучшие впечатления. СП помог мне наряду с другими работами выполнить такой большой и прекрасный сэмплер, начать который я не решалась несколько лет. Значит, он помог мне поверить в себя, в свои силы. Спасибо всем, кто принимал участие в этом СП, чьи работы меня вдохновляли на вышивку, помогали разглядеть новые замечательные сюжеты в необъятно книжно-журнальном море. Я вас всех люблю. Большое спасибо, Татьяна, за участие и за такие добрые и прекрасные слова. Следующая участница, Галина, оформила маяк из турецкой книги. Этот маяк она вышивала на желание, оно сбылось. И как сама Галина пишет, так что, девочки, это работает. Оформился маяк в рамку из фикс-прайса. Хотелось бы чуть побольше воздуха, но не было другого размера. Но ничего, по-моему, так тоже неплохо смотрится. И Галина желает всем нам в Новом году творческих планов, веселых, дружных компаний и ровных крестиков. Большое-большое спасибо. Следующая участница, Светлана Шляпникова, закончила свои прекрасные цветы. Этот сюжет называется «Зимний букет». И вышивала она по журналу «Сусанна рукоделия», номер 5, 2009 год. Также она закончила свинку, которую вышивала по журналу «Вышиваю крестиком», номер 1, 2006 год. Из «Чудо-календаря» от Маргарет Шери. Вот как этот календарь выглядит. И также, посмотрите, пожалуйста, Светлана закончила вышивать маяк из журнала «Веселые петельки», номер 4, 2008 год. Вышивала она его шерстяными ниточками на 11-м каунте конвей. И также Светлана начала вышивать новую работу, называется «Сказочный мир», по журналу «Вышитой картины», номер 12, 2006 год. И сама Светлана добавляет, что с Бэком прямо беда, ошибок много, где-то он не проставлен, а где-то и вовсе его перебор. Ну, как я уже несколько раз говорила, в журналах бывает такое. Да, собственно говоря, и в набору бывают ошибки. Следующая участница Некора вышила прекрасные игрушки. Как она сама пишет, всегда хотела украсить елку своими вышитыми игрушками. Но в данный момент большой елки у меня нет. Куда бы я могла повесить те же баночки от Дименшенс или Шары от Жар-Птицы. И тут я наткнулась на схему из иностранного журнала, где предлагалось вышить такие сердечки на 14-й аиде и оформить их в адвент-календарь. Календарь мне пока не нужен, а вот игрушки получились славные, маленькие, 6,5 на 6,5 сантиметров, как раз на мою елочку. Вот так сбылась одна из мечт канун Нового года. А ведь мечты должны сбываться, не так ли? Конечно, обязательно, тем более в канун Нового года все мечты должны сбываться. Негор вышивала эти игрушки по журналу World Cross Teaching. И дизайнер этого адвент-календаря Дюрэн Джоинс. Следующая участница Татьяна. Своего прекрасного ангела, которого она вышивала в нашем совместном проекте, дизайнер Лесли Тир, она оформила в адвент-календарь. Посмотрите, какая красота получилась. Работа, по-моему, огромная и очень красивая. Следующая участница Ирина предоставила нам фотографию оформления Деда Мороза, которого она вышивала еще ребенком 25 лет назад. Вышивала она его на равномерке. Представляете, ребенок вышивает на равномерке. Ну, очень симпатичный Дед Мороз. Вышивала она его ниточками ПНК. И вот, наконец, Ирина оформила. Очень красиво смотрится. Следующая участница Надежда вышила небольших малявочек из журнала Cross Stitch Card Shop за ноябрь-декабрь 2014 года. Вышлись они на пластиковой конве. Молниеносно, как сама пишет Надежда. Три дневных сна Любаши и все готово. И также быстро оформились значки. Очень симпатичные получились значки. Следующая участница Марьяна оформила свою работу, которую вышивала в рамках нашего совместного проекта. Оформила она его в такую прекрасную рамочку. Размер получился 25 на 25 сантиметров. И напоминаю, что эту работу она вышивала по схеме журнала «Все рукоделие» номер 9 за ноябрь 2017 года. Следующая участница Светлана оформила свою вышивку, которую она также вышивала в нашем совместном проекте по схеме журнала «Сусанна» номер 3, 2016 год. Дизайн оформился в конверт. Вышивала Светлана на австрийском льне «Ева» и у нее прекрасные впечатления об этом льне. Хочется еще вышивать, как она сама пишет. Следующая участница Каролина закончила прекрасную работу «Московская девушка в праздничный день» по картине Рябушкина. Вышивала она по журналу вышитой картиной номер 12, 2009 год. Дизайнер Людмила Иннякина. Работа получилась немаленькая. Размер ее 20 на 39 сантиметров. И, как сама Каролина говорит, о своей работе могу говорить только стихами. Люблю я красное на белом. Румянец, щелк, начало дня и губы в цвет рябины спелой, как вспышки жаркого огня. Прекрасная работа. Мне очень нравится. Красивая. Следующая участница Ольга также закончила свою многострадальную работу «Незнакомка» из спецвыпуска журнала «Вышивка для души. Лучшие схемы» номер 3, 2008 год. За ноябрь и декабрь я закончила полностью работу, но к оформлению пока не приступила. Обдумываю варианты. Так говорит сама Ольга. Я поздравляю Ольгу. Действительно сложная работа в плане того, что она не очень нравилась, но Ольга очень и очень хотела эту работу закончить. Следующая участница Ольга также закончила свою работу многострадальную, которую она вышивала в течение всего нашего второго сезона. Это коллекция машинок. Ольга планировала закончить к дню рождения внука, но, к сожалению, не успела. Но, как она сама пишет, хорошо, что к окончанию совместник успела. Оформлять она планирует в панно или баннер, но у нее сомнения. И если кто-то может ей что-то подсказать, проходите в нашу группу ВКонтакте, можете ей что-то посоветовать. Следующая участница Анастасия вышла и оформила прекрасные работы. И первая, посмотрите, пожалуйста, какая волшебная работа. Это «Подушка». Сюжет от Елены Люберы журнала «Крустич по аду краа», номер 11-12 за 2017 год. Как сама Анастасия пишет, очень понравилось оформление вышивки и выкройка подушки в самом журнале, так что решила повторить за автором. Вышла на льне 30-го каунта, от себя добавила только бантик. Все ткани из бабушкиного сундука, очень хорошо сохранившиеся и приятно, что цвет клеточки перекликается с антенками ДМС, взятых строго по ключу к схеме. Просто прекрасная работа, великолепное исполнение. Очень мне нравится. Также Анастасия вышивает магазинчик игрушек из книги Вероника Аженер «Лес Бутик». Книга издана на японском языке. Как сама Анастасия пишет, с трудом отыскала эту книгу, так как французский тираж закончился. Но сама книга – сборник из разных книг на тему магазинов. Влюбилась в нее. Сплошное умиление и вдохновение. Моя работа еще не закончила, осталось немного элементов и бэкстич. И также Анастасия оформила дизайн от Лили Виолет из спецвыпуска «4 сезона» из журнала «Criation de Pont de Croix» за 2016 год. Оформила она этот сюжет в подушку. Вышто на льне 32-го каунта, добавлен бисер для украшения елочки и, по-моему, прекрасная работа получилась. И также Анастасия оформила панно перед Новым годом. Дизайнер, опять же, Лили Виолет. Дизайн взят из журнала «Criation de Croix» 11-12 номер 2016 год. Следующая участница Галина закончила вышивать пермогорскую берскорню из журнала «Вышивка крестом» за февраль 2018 года. Сама Галина пишет, к сожалению, удалось вышить только верхнюю часть без корню, а нижнюю часть и сборку пришлось оставить на потом. Работа хоть и небольшая, но непростая. Используется крест, две нити, три четверти креста, очень много бэкстича. Вышивала я на остатках конвы гаммы 14-го каунта, мулине гамма 11 цветов. Следующая участница Ирина оформила прекрасную работу «Завтрак от Вероника Женер» в сторону конфетницу, которая была подарена вместе с прихватками моей доченьки на день рождения. Следующая участница Александра закончила последний сезон из четырех. Вышивала она по эти сезону по журналу «Вышиваю крестиком» июнь 2016 год. Вот, пожалуйста, посмотрите все четыре сезона вместе, и Саша пока раздумывает, как оформить эти работы. Следующая участница Александра выполнила несколько работ. Первая работа – это такая вот смешная свинка, которую Саша вышивала по журналу «Вышиваю крестиком» спецвыпуск «Весна 2016 год». Ну, естественно, она вышила эту свинку как символ нового 2019 года. И в прошлом году у нее была такая же собачка. Вот, посмотрите, пожалуйста. Также Саша закончила своих снеговичков на пластиковой конве, которая выживала по журналу «Формула рукоделия» декабрь-январь 2014-2015 год. Как она сама пишет, наконец-то отшила снеговичков, оформились и украсили елочку. Также Саша продолжает вышивать «Викторианское Рождество» из журнала «Кростич Колд» номер 12-2018 год. Как она сама пишет, к сожалению, отшить до конца не успеваю. Но, несмотря на завершение проекта и новогодних праздников, я все равно продолжу. Эта работа просто притягивает меня. Как сяду, не могу оторваться. Даже просто мимо нее, проходя, любуюсь. Схема простая, шьется легко, кайфую от этого процесса. А вышивать такую красоту, сидя у елки в окружении ярких огоньков гирлянды, просто одно удовольствие. Жаль, что фото не передает блеск металлика и эффект мерцания свечей. Очень красивая и уютная работа. Согласна. Следующая участница Валентина закончила марокканский узор, который вышивала по журналу «Вышиваю крестиком. Лето 2013 год». Красивый, яркий сюжет уже красуется на потенциальной подушке. Следующая участница Илона. Посмотрите, какие она прекрасные шарики сделала сюжетами из новогодней книги Вероника Женер. Субтитры создавал DimaTorzok Лиза вышивает сюжет по буклету «Art Cross Stitch – дизайн кантри винта» ниточками DMA. Вышивает она на 32-м каунте. И работа, конечно же, она закончила. Следующая участница Анна предоставила нам несколько работ. Это «Игольница-книжка» по мастер-классу Юли. Вышивка из журнала «Crescent Point de Croix» декабрь 2015 года. Следующая работа. Дизайн «Прекрасный Вероника» из спецвыпуска «Crescent Point de Croix» 4 сезона. Следующая работа. Этот домик вышит по книге Ирины Наняшвили «Оригинальные миниатюры». И следующая миниатюра из спецвыпуска «Лена рукоделия» номер 10, 2017 год. Небольшая салфеточка, вышитая меланжевыми нитками. Птичка из спецвыпуска «Лена рукоделия» номер 10 за 2017 год. И «Швейная машинка». Насколько я знаю, по-моему, из турецкой книги и «Явление рукоделия» тоже была такая схема. Как сама Анна пишет, вышивала с мечтой научиться шить. Ну, я надеюсь, мечта сбылась. Следующая участница. Валентина. Начала вышивать сюжет «Загородный дом» из книги «555 лучших узоров и мотивов для вышивки крестом». Автор Донна Кулер. И, как сама Валентина пишет, вот и закончился проект. Жалко расставаться. Но благодаря участию вышли три работы. Миниатюры с влюбленными, подушкой журнала «Лена рукоделия». И положено начало этому сэмплеру. Равномерку красила сама. Иллюстрация очень блеклая, вышиваю подбором. Но результат радует. Жалко, что в схеме нет бека. Он бы украсил сэмплер. Очень ярко и красиво получается. Следующая участница. Ирина. Предоставила нам отшив предновогоднего проекта. Вот то, что у нее получилось. И также, посмотрите, пожалуйста, готов ворон из буклета «Стоник Ри». За подробности можно зайти к Ирине на канал. Следующая участница Елена вышивает игрушки на пластиковой конве, чтобы порадовать цинишку. Схемы взяла из журнала «Кросс-стич Крэйзи» номер 248, 2018 год. Машину должно быть 7, как сама пишет Елена, мне нравится 6, в этом году, думаю, что вышью 3, а остальные на следующий год. Итак, размер крестиков 35 на 35 крестиков. Пластиковая конва гаума 14 каунт, нитки малине гаммы 10 цветов и бисер Чехия для украшения. И, как пишет сама Елена, планировала в новогодние каникулы вдоволь навышиваться, но не получилось. Было очень много встреч с друзьями, родными, знакомыми. На вышивку времени практически не было, поэтому даже одну машинку закончить не удалось. Кстати, по размеру они получаются совсем небольшими. Но ничего страшного, еще все успеется. Мне кажется, встреча с друзьями, родными, знакомыми – это важнее, чем вышивка. И также посмотрите, пожалуйста, Елена закончила свою прекрасную собачку, которую вышивала по журналу «Формула рукоделия» номер 5 2014 год. Как вы помните, Елена заменяла часть ниток на бисер. И посмотрите, у нее собралась целая коллекция в таком стиле. Вот так вот эти игрушки выглядят на елке. Следующая участница также закончила свою работу. Это прекрасный сэмплер из книги Донны Кулер. Название вы сейчас видите на своих экранах. Размер этого сэмплера 14 на 28 сантиметров. И, конечно же, Анастасия написала свои впечатления. Отмучилась. Мешанина крестиков три нити далека от идеала. Вышитая, потом распорота из-за ошибки. И вновь отшитая надпись. Мелко крестиком выпила мне всю мою кровь. Результат мне нравится. Кстати, по превью мне казалось, что работа будет большая. Но ничего подобного. Добавлю также виды используемых стежков и техник. Всего их 15. Крест, счетный в трините, петит, болгарские, длинные стежки, мозаичные, рисовые, четырехсторонние, королевские, родос, прямой стежок, бастич, гладивышок, гальбенская, строчка, алжирский глазок и борджелла. Да, конечно, очень сложная работа. Не сказать так по виду. Но, конечно, прекрасный результат. Следующая участница Инночка оформила рождественский сапожок из журнала «Кросстичер» за декабрь 2017 года. Интересный сапожок получился со скандинавским орнаментом. Вышивался легко, всего двумя цветами мулине ДМС. Очень стильная работа получилась. Очень мне нравится. Следующая участница Елена оформила сюжеты, вышедшие ранее в нашем совместном проекте. Схема она брала из журнала «Формула рукоделия номер один» за 2015 год. Первый сюжет с розовой матрешкой оформился в маленькую сумочку для мелочей для дочки. И второй сюжет оформился в косметичку. Следующая участница Ирина вышла рождественский баннер, взятый из последнего номера Сусанна. Вот что пишет сама Ирина. Порывшись за кромах, обнаружила шелковые ниточки, которые были куплены по случаю моей мамы в эпоху тотального дефицита. Срочно подумать, сколько лет назад. И хранились в запрещенном для нас детей месте для подходящего случая. Так же, как хрусталь и суповые наборы в сервантах. А случай так и не наступил. А ниточки надо тайком я доставала и любовалась, как они переливаются. И со временем они перекочевали ко мне. То есть не так же лежали и ждали подходящего случая. И вот, наконец, этот случай представился. И ниточки теперь расцвелись прекрасными красками на новогоднем сэмплере. Следующая участница Наталья продолжает вышивать своего суперсложного Деда Мороза. Вышивает она его по книге 101. Лучший сюжет для вышивки крестом. Небольшие у нее продвижения. Так как, как она сама пишет, почти месяц не прикасалась к этой вышивке. Самым сложным оказались игрушки в мешке. Я часто встречаю одиночные крестики и впервые одиночные четверть крестики. А в игрушках их оказалось много. Но благодаря вашему ИСП заставила себя вышивать. Теперь вышивается легче. Я очень рада, что наш ИСП толкает, подстегивает наших участниц к достижению каких-то вершин. И, конечно же, помогает преодолевать трудности. Следующая участница вышивает елочку по дизайну Вероника Женер из книги «Магия Рождества». И Ася полностью закончила свою работу. Получилась прекрасная, удивительная елочка. И последняя участница на данный момент – это с теми нами любимая Олеся. Посмотрите, какие она вышла. Прекрасные розы. Просто восхитительный дизайн. Как вы видите, оформила она эти розы в салфетку. Вернее, не салфетку, а скатерть. Как сама Олеся пишет, это один из самых любимых итогов 2018 года. Дизайны журнала, название которого вы сейчас, конечно же, видите на своих экранах, номер 6 за 2018 год. И, к сожалению, не удалось мне выбрать из карусельки фотографию с изнанкой этой скатерти. А она, по-моему, не менее прекрасна, чем лицо. Очень красивая работа. Вот, мои дорогие, это были все работы, фотографии которых предоставили мне участницы. И теперь давайте же перейдем, наверное, к самому приятному моменту – к розыгрышу призов. Как и в прошлом году, в общем-то, я не анонсировала никакого розыгрыша. Предполагала, что это будет сюрприз. Но сюрприз такой же, как и в прошлом году. То есть я буду разыгрывать годовую электронную подписку на журнал «Вышиваю крестиком» издательства «Бурда». Этот журнал выходит один раз в два месяца. То есть в год выигравший человек получит шесть журналов. Розыгрышей будет два. Первый розыгрыш пройдет между всеми участниками, а их на данный момент 119 человек. Правда, две девочки попали к нам совершенно случайно, и они не знают, что они у нас участвуют. Но, конечно же, я, если выигрыш попадет на них, я розыгрыш повторю. И второй розыгрыш будет проходить между 11 участницами, о которых я расскажу немножечко попозже. Итак, давайте же перейдем и посмотрим, кто же у нас выиграет в этом году. Итак, мои дорогие, я сейчас нахожусь в личном кабинете на сайте «Бурда. Подписки». Хочу вам показать, как выглядит этот личный кабинет. Как вы видите, в прошлом году я была также подписана на этот журнал, на годовую подписку. Вот так вот это все выглядит. Я, допустим, зайду в последний номер журнала «Вышиваю крестиком», и вот так вот это будет все выглядеть. Я немножечко там отражаюсь, я думаю, вы меня простите. Если у кого-то возникнет вопрос, как скачивать схемы из этого журнала, то обращайтесь, я вам подскажу, в случае чего. Итак, давайте сейчас перейдем. Я вам показываю список наших участниц. Ну, собственно говоря, вы его можете найти под видео. Ну, вот у нас 119 участниц на данный период. И давайте мы перейдем с вами в рандомайзер и сгенерируем. Я забила здесь числа от 1 до 119 и нажимаю кнопку «Сгенерировать». И первые выигрыши у нас будет под номером 68. Давайте посмотрим, кто же этот такой. 68. И 68, как вы видите, это наша всеми любимая Юля Мышуля, канал «Мышульки на крестики и лоскутки». Юля, я тебя от всей души поздравляю. Я очень за тебя рада. Я не знаю, кто с кем свяжется, но, в общем, мы с тобой найдем друг друга. Это был первый розыгрыш. И давайте теперь я расскажу вам о другом списке, о втором шансе для девочек, которые были в нашем совместном проекте суперактивны, участвовали практически во всех отчетах каждый месяц, выполняли огромное количество работ, прекрасных работ. И в этот список у меня в десятку не получилось уложиться, поэтому это 11 человек. Давайте я вам о них расскажу. И посмотрите, конечно же, на первом месте у нас стоит Светлана Шляпникова, которая вышла в нашем совместном проекте и в первом и втором сезоне. Огромное количество работ. Также это Негора, которая тоже участвовала в каждом отчете, в каждом месяце нашего совместного проекта вышло тоже огромное количество работ. И была очень активна. Также я добавила сюда девочек, которые вышивали большие работы, которые активно участвовали в нашем ИСП, были упорны в преодолении каких-либо трудностей. Это Наташа Куличева, которая вышивала прекрасного павлина по книге Жил Гордон. Отчет она присылала каждый месяц. Вы сейчас видите красного павлина. Размеры его, конечно, поражают. И за этот сезон она вышла, этого павлина. Также, конечно же, это Марта Светикова. Все знают Марточку. У нее есть свой канал. Она тоже вышла огромное количество работ. Активно участвовала в нашем совместном проекте. Ирина Ковичанская, есть свой канал на YouTube. Также проходите. Огромное количество работ. Огромное желание оформлять их в прикладную вышивку. И активное участие в нашем совместном проекте. Светлана Бессмертного. Прекрасные работы. Тоже очень-очень большое количество. И очень активное участие в нашем совместном проекте. Каролина. Это та самая Каролина, которая вышивала прекрасную девушку в праздничный день. По картине Рябушкина она не только участвовала в каждом отчете. Да, практически в каждом отчете. Но также она всегда меня предупреждала, когда не смогла, если какой-то месяц пропускала. Пропустила, по-моему, на только один месяц. Ну и, конечно же, работа довольно большая, сложная. Каролина, насколько я сейчас помню, да, 20 что-то на 40 сантиметров. И также Каролина, конечно, в этом сезоне эту работу закончила. Также я хотела бы отметить Ольгу, которая вышивала девушку-незнакомку. Очень сложная работа в плане того, что Ольге она не совсем нравилась. Но она упорно шла к финалу. Очень ей хотелось эту девушку закончить, несмотря на все трудности, на все сложности. И она ее все-таки закончила. Также она участвовала с незнакомкой практически в каждом нашем отчете. И, опять же, всегда предупреждала, если она не могла участвовать. Следующая участница Анастасия. Прекрасные работы, прекрасное оформление. Просто не могла я ее не добавить в этот второй список для второго шанса. Конечно же, Ирина Рекамина. Есть свой канал на YouTube. Прекрасные работы, огромное количество, активнейшее участие в нашем совместном проекте, хочу отметить. И большая любовь к прикладным вещам. И еще одна участница Анна. Она участвует в нашем совместном проекте вместе со своей дочкой. Тоже огромное количество работ, прекрасных, оформленных. Ну, просто не могла я тоже Анечку не отметить нашему спеонию. Есть свой канал, пожалуйста, заходите. Итак, у нас еще 11 участниц получили шанс выиграть годовую подписку на журнал «Вышиваю крестиком». И давайте я забью цифры от 1 до 11. И мы с вами разыграем. Я нажимаю кнопочку «Сгенерировать». И побеждает у нас номер 2. Под номером 2 у нас Негора. Негора, я от всей души, я очень рада. Я прям поздравляю от всей, от всей души. Большая любительница у нас вышивать по журналам и книгам Негора. Я думаю, что подписка будет ей очень кстати. Итак, девочки, Юля, если ты смотришь, конечно же, у нас и Негора точно будет меня смотреть. Пожалуйста, связывайтесь ВКонтакте или по электронному адресу. И я объясню, что делать. Девчонки, я очень и очень за вас рада. Вот честное слово. Итак, мои дорогие, закончился второй сезон нашего совместного проекта «Вышиваем по журналам и книгам». Я всех поздравляю. Если бы было в моих силах каждому подарить какой-либо подарок, я бы, конечно, это сделала. Но вас, участниц, очень много. И я благодарю вас за участие, за ваши прекрасные работы, за вашу активность и за вашу доброту и добрые слова. Давайте поговорим теперь о судьбе этого совместного проекта. Дело в том, что, наверное, все участницы уже знают, что на моем канале вышел еще один совместный проект, который стартует 1 февраля по прикладной вышивке. И, кстати говоря, вы, наверное, все заметили, что группу, которая раньше называлась СП «Вышиваем по журналам и книгам», я переименовала. Теперь она называется «Вышиваем с Еленой Цвет». Так как на моем канале периодически возникают совместные проекты, я решила создать одну группу для всех проектов. Просто так удобней. И сейчас в этой группе у нас есть два проекта. Это «Прикладная вышивка» и «Вышиваем по журналам и книгам». Так как совместный проект «Прикладная вышивка» в большой степени перекликается с предыдущим проектом, но все-таки не закрывает потребности всех участниц нашего предыдущего проекта «Вышиваем по журналам и книгам», я все-таки приняла решение продолжить наш совместный проект. То есть третий сезон совместного проекта «Вышиваем по журналам и книгам» будет, обязательно будет. И он стартует с 1 марта. Очень прошу всех участниц, если вы планируете, если вы вышиваете работы, которые будут оформлены в прикладную вышивку в этом году, не принимать участие в этом проекте, а принять участие в проекте «Прикладная вышивка», чтобы у нас работы не задваивались, чтобы у нас фотографии не задваивались. По сути, «Вышиваем по журналам и книгам» этот проект будет создан для участниц, которые вышивают какие-то картины, предназначенные для багетного оформления или не предназначенные вообще для оформления. То есть вы их просто вышиваете для своего удовольствия. Но еще раз напоминаю, если они будут оформляться в этом году в прикладное оформление, пожалуйста, участвуйте именно в прикладной вышивке. Обратите, пожалуйста, внимание, что в нашей группе создано несколько альбомов по разным совместным проектам. Прошу вас быть внимательными и не перепутать их. Альбомы по совместному проекту «Вышиваем по журналам и книгам» находятся вот в таких сепийных папочках. Видите, таких вот. Вот они теперь такие и будут. То есть будет создана папка «Третий сезон», «Фото заявок», «Вышиваем по журналам и книгам». И вот именно в такие папочки вам нужно будет добавлять фотографии по этому совместному проекту. Папочки по совместному проекту «Прикладная вышивка» видите вот такие нежненькие с цветочками. Пожалуйста, не перепутайте, будьте внимательны. Мне, в принципе, не очень сложно перемещать фотографии, но вы понимаете, что это занимает время. В группе вы можете также размещать на стене свои фотографии, свои видео, какие-то, может быть, обзоры на книге. В общем, все то, что касается нашего совместного проекта. Но если вы размещаете фотографию на стене, обратите внимание, что она должна дублироваться и в папке, чтобы мне потом не искать по всей стене ваши фото. Потому что, как я уже сказала, два совместных проектов, информации на стене будет много, и я могу вашу фотографию просто не увидеть. Заходим в альбом, размещаем в нужном месте свои фотографии и спокойно ждем отчета. Итак, наш СП продлевается на третий сезон. Официальный старт будет 1 марта. Но все фотографии работ, которые вы выполнили в межсезонье, вы, конечно же, можете добавлять в соответствующую папку по третьему сезону, и они обязательно попадут в отчет. То есть, по сути, наш совместный проект не останавливается, но отчеты я теперь буду делать 1 раз в 2 месяца. Это пока тестовый режим. Я посмотрю, сколько будет участниц, сколько будет работ, и, возможно, что-то поменяется. Но еще раз обращаю ваше внимание, отчеты по этому совместному проекту выходят 1 раз в 2 месяца. Первый отчет, первый отчет у нас выйдет в апреле, за март и за межотчетный период. Я жду ваших фотографий до последнего дня месяца. То есть, в апреле выйдет отчет за март и за межсезонье. Я жду ваших фотографий до 31 марта включительно. Обратите внимание, включительно. И еще одно существенное изменение в нашем совместном проекте. Теперь фотографии для своих отчетов я буду забирать только из папок в группе ВКонтакте. И если у кого нет доступа к группе ВКонтакте, пожалуйста, присылайте свои фото мне на электронную почту. Адрес есть в описании. У нас поменялся хэштег. Обратите внимание, теперь наш хэштег выглядит вот так вот. СП. Листаем, вышиваем. Ну, уже объясняла почему. Потому что просто хэштегом листаем, вышиваем стало много рукодельниц пользоваться, которые не участвуют в совместном проекте и даже не подозревают, что это хэштег от совместного проекта. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. Хэштег поменялся. В Инстаграм вы можете выставлять свои фотографии под этим хэштегом. Я их обязательно увижу. Но еще раз предупреждаю, фотографии из Инстаграм я больше не забираю. На этом я заканчиваю. Я еще раз благодарю всех участниц. Я очень вам рада, очень рада вашим работам, очень рада вашему участию. И я надеюсь, мы увидимся в третьем сезоне нашего совместного проекта. Субтитры создавал DimaTorzok